Всем привет! Это снова я, Анастасия, и мы продолжаем изучать английский язык. И сегодняшняя наша тема – модальный глагол can и could. So, can – I can do something, it means I know how to do it, or it's possible for me to do it. So, I can – это значит, я знаю, как это сделать, или для меня это возможно что-то сделать. Can у нас глагол модальный, и глагол сильный, поэтому никаких вспомогательных глеолов нам не нужно, чтобы сделать отрицание. И в третьем лице он не изменяется. So, I, we, you, they, he, she, it can. Or can not, или can't. Британцы говорят can. I can, ну, больше так похоже. И если говорят I can't, то они говорят I can't. И у них там это все очень хорошо слышно. Британцы, ой, британцы, американцы говорят can или can't. И буква T в конце немножко оглушается, поэтому догадываться, что это отрицание нужно будет по смыслу. So, I can't do it. Я не могу этого сделать. Или I can do it. Или I can do it. То есть, звучит, в принципе, одинаково. Чтобы задать вопрос, нам нужно поставить на первое место глагол can, и потом подлежащее и смыслово глагол. И примеры. I can play the piano. My brother can play the piano too. Я могу играть на пианино. Мой брат может играть на пианино тоже. Здесь показано, что в третьем лице никаких окончаний не добавляется. Sarah can't speak Italian, but she can't speak Spanish. Sarah может говорить на итальянском, но не может говорить на испанском. Can you swim? Yes, but I'm not a very good swimmer. Ты можешь плавать? Да, но я не очень хороший плавец. Can you change twenty dollars? I'm sorry, I can't. Ты можешь разменять двадцать долларов? Извините, я не могу. Мне жаль, но я не могу. I'm having a party next week, but Paul and Jenny can't come. У меня будет вечеринка на следующей неделе, но Пол и Дженни не смогут прийти. И у глагола can, как мы уже раньше говорили, у него нет будущего времени. Но есть прошедшее время. For the past, yes, or last week, etc. We can use could or couldn't. То есть и для прошедшего времени, то есть если мы говорим о вчера, неделю назад, в прошлом году и так далее, мы можем использовать could или couldn't. При отрезании. When I was young, I could run very fast. Когда я был молод, я бегал, ну, я мог бежать очень быстро. Before Anne came to America, she couldn't understand much English. But she can understand everything. But now, now, she can understand everything. До того, как Аня приехала в Америку, она не могла понимать достаточно хорошо английский. Но сейчас она понимает все. Все понимает. I was tired last night, but couldn't sleep. Я был уставший прошлым вечером, но уснуть не мог. I had a party last night, but Paul and Дженни couldn't come. У меня была вечеринка прошлым вечером, но Пол и Дженни не смогли прийти. I wanted to speak to Martin yesterday, but I couldn't find him. Я хотел поговорить с Мартином вчера, но я так и не смог его найти. И can, could в вопросах. Can you, could you, can I, could I? Can you open the door, please? Или could you open the door, please? Можешь открыть дверь, пожалуйста? Или могли бы вы открыть дверь, пожалуйста? То есть в данном случае could показывает больше уважения. Can you wait a moment, please? Or could you wait a moment, please? Вы не могли бы подождать немного? То есть в принципе неравнозначный, но could показывает больше уважения. We use can and we use can I have or could I have to ask for something. Мы можем использовать оборот can I have или could I have для того, когда мы что-то просим. Например, in the shop. Can I have three postcards, please? Or could I have three postcards, please? Можно мне три открытки, пожалуйста? И вопрос can I, or could I? It's the same. Is it okay to do something? Tom, can I borrow your umbrella? Oh, Tom, could I borrow your umbrella? Tom, можно я воспользуюсь твоим зонтиком? Можно я займу твой зонтик? On the phone. Hello, can I speak to Gary, please? Oh, could I speak to Gary, please? Привет, я могу поговорить с Гэри, пожалуйста? И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок. Надеюсь, вам понравилось. Всегда ставим лайки, подписываемся на канал и всем.